Ребят, всем привет! Доброе утро! Доброе утро! У нас сегодня первый такой рабочий день. Обычные будни, так назовем. Сегодня 3 сентября. Дети сегодня пошли наши в школу. Были какие-то такие волнения у них. Я их сам лично отвел. У них, кстати, новые классы. Поменялось местоположение. Нам пришлось поискать, по школе походить. Было интересно. Перед школой выстроились все иностранные учителя и китайские учителя. И они всех приветствовали. Как дела? Директор ходил по школе, тоже спрашивал всех, как дела, как твои каникулы. Так мило очень было. Полинку отвожу в класс. Встречает мисс Кэнди. Это ее классная руководительница. И она говорит, постельку не надо. Дети, говорит, в третьем классе не спят. Полинка была удивлена. Я говорю, ну все, будешь учиться, больше знаний получать. И будешь, может, домашнее задание будешь делать. Нет, у них, скорее всего, перерыв будет. После обеда у них все равно перерыв. Суть в том, что они уже не спят в спальне. Те, кто хочет спать, те, кто привык спать, они обычно спят вот так на столе или как-то еще. Те придется, да? Да. Я почему-то думал, что с первого по... Пока нет. Да. То есть чуть ли не до самого конца, пока в школе находишься, все спят. Но они спят не в спальнях уже. В спальне вот только у начальной школы. Но я думала, что до шестого класса они будут спать в спальне. Но, как выяснилось, вот только первые два года. Так вот, ребят, время 9 часов. Мы выбрались в свою любимую кафешку местную. Да, она примерно вот так вот выглядит. Здесь, вы знаете, готовят вкусную лапшу. Вот мы любим вот такую рисовую лапшу с мясом, с обжаренной, с овощами. Мы такую лапшу, кстати, готовили у нас в России. Попытались воспроизвести. Я считаю, что достаточно неплохо получилось. И такую лапшу мы нашли буквально вот неподалеку от нашего дома. Рядом с рынком примерно вот так вот это выглядит. Тут еще, я так понимаю, личинок жарят, смотрю. Вот. Мы такое, конечно, не пробовали. Мы только здесь завтракаем. Кафе такое, я бы сказал, невзрачненькое. На входе есть столы. То есть можно также покушать на входе, на улице. Также можно внутри. Вот здесь вот такие вот вентиляторы. В принципе, здесь попрохладнее, я бы сказал бы. Это, может, не знаю, хозяин, не хозяин. Но это, в общем, главный управляющий. Заходишь, он сразу же предлагает вот такое вот соевое теплое молоко. Кстати, очень вкусно было, на удивление. Мы обычно не привыкли такое пить, но вот это очень приятненько. Сладенькое такое, сладенький молочный вкус. Вон этот бак стоит с этим молоком. Он его наливает. Все, все. И он такой прям вот обходительный, прям так внимательно все смотрит, чтобы все было. Сразу же нам пришел, налил молоко, чтобы нам угодить. Ну и, в общем, как лапша изменилась за наше отсутствие. Все такая же вкусная? Вкусная. Мне нравится то, что она жареная на большом огне. Очень быстро жареная. И она как бы даже немножко как подгорела, или как сказать. Ну вот я, кстати, тоже хотел. То есть такой копченый какой-то вкус есть. Так как жарится это дело все на боке, на такой большой сковороде с большими краями, и масло на краях, оно маленько, чуть-чуть обгорает, и надо уметь подкидывать, надо уметь подкидывать эту лапшу, чтобы маленько пламя, языки пламя попадали именно в сам бок. И тогда получается у блюда такой, такой, чуть под, как сказать-то, с дымком. В общем, блюдо с дымком получается, очень вкусное. Очень вкусно. Я бы сказал, что очень сытно. У нас, в общем, есть небольшие дела, маленько подкопились. Нам нужно сходить отправить в посылку. Мы с собой привезли из России лекарства. Нужно отправить ребятам, которые живут здесь, в Китае. Они попросили привезти лекарства. И так как у Полины скоро день рождения, 5 сентября у Полины день рождения, мы с Катей отправились за подарком. И придется ехать на край города, да? Выберем подарок, поснимаем наш сегодняшний день. Все, ребята, приятного аппетита, если кто кушает. Мы приехали. Станция называется Баюн парк. Он на той стороне детский парк. Просто офигенный. Да, прикольно. Мы, помню, здесь были 3 года назад. В этом парке он только-только открылся. А здесь еще все это было закрытое. Еще все эти торговые центры пустовали. А сейчас так все это здесь разрослось. Всякие вот штуки такие поставили, короче, вон там что-то стоит. И, кстати, здесь картинг недалеко. Мы там с Лешей катались на машинках. Вот. В общем, район разрастается. И мы сюда приехали, потому что здесь сразу же два магазина. То есть раз. То есть раз и Китсленд. Китсленд. Вот. Они находятся прямо на прошлом труда. Да, поэтому очень удобно. Да, идем. В общем, выбирать ребенку подарок. И, ребята, могу похвастаться. У нас есть магазины Xiaomi. Я надеюсь, вы бы хотели побывать в таких магазинах, где очень хорошая продукция, качественная. И очень много разытлений. Телевизоры всякие, расчески, все-все-все. Очень много здесь всего. Ну и мы пришли посмотреть телевизор, наверное, да, себе? Кать. Да, мы хотим купить телевизор, но, если честно, очень не хочу тратиться на него. Ну, вот такой, смотрите, здоровяк. 75 диагональ, 9000 юаней стоит. Смотрите, какой здоровяк. Ну, нам такой большой не нужен, да. Нам буквально вот такой вот нужен, маленький. Вот. Я единственный парец, чтобы изображение было качественное. Тут, смотрите, роутеры есть. Вот какой-то новый, кстати, вот этот новинка у них. Буквально вот недавно появилась за 500 юаней. Какой-то про. Коробку я поднимал. Коробка просто какая-то тяжеленная, просто нереально. Вот, наверное, крутой. Вот эти роутеры, кстати, тоже нахваливает. О, вот он. Смотрим прошку. В чем здесь прикольного, то? 500 юаней как-то. Как-то. О, это, кстати, передатчики. Прикольная штука. В розетку вставляешь, и если у тебя где-то что-то не ловят, то он будет передавать сигнал в ту комнату. Вот. Такие штучки стоят. 79 юаней стоят. Супер китайская реклама. Девушка сидит, щелкает семечки, бросает шелуху на пол. Потом позвала пылесос, чтобы он все подмел. Ну... Вообще. Ну да. Так что, ребята, любители Xiaomi, смотрите и облизывайтесь. Очень много продукции, всякой мышки, ноутбуки, телефоны. Там, кстати, какая-то новинка по телефонам. Посмотрим из новинок. Восьмерка Xiaomi 8. Так. Закос под десятку конкретно. Ну, ребят, смотрите. Сразу же берем. Смотрите, челка раз, десятка, да, уже пошел на мед. И, ба-бах, здесь камера похожая, как у десятки. Цена 3000 юаней. И здесь еще, ребят, новинка Max 3. 2000 юаней, да, из одного. Просто какой-то огромнейший телефон. Здесь тоже такая же камера, как у десятки, похоже. Как это, с свайпом, наверное, да? С свайпом, да. Ну, прям огромнейший. Диагональ 6,9. И я считаю, что, в принципе, недорого. Я не знаю, какие цены у вас в вашем городе Xiaomi-шная продукция. Пишите, мне интересно будет. Посмотреть. Кстати, прикольная штука на подарок я себе высмотрел. Можно, в принципе, даже с собой в Россию приобрести кому-нибудь. Смотрите, зеркало заднего вида с регистратором. Вешаешь его на стандартное зеркало заднего вида. И буквально вот за 400 юаней ты приобретаешь себе, да, видеорегистратор. А здесь вроде как два в одном. Получаешь камеру. И зеркало. И зеркало заднего вида. Как тебе за 500 юаней почти? Чемодан. Что-то я считаю, дороговато за такой. Вот, прикольно. За 1000 юаней. А, наверное, когда накладываешь туда 30 килограмм, потом проходишь багажный контроль, он показывает на весах 20 килограмм. А, ну да, может быть. Нет, наверное, вот этот, наверное. Слушай, он, походу, из металла. Ну, это из металла, окей, он поэтому стоит дорого. 1000 юаней стоит. Ну, а вот этот вот, мне кажется, он должен, это, минус 10 килограмм делать. Мне вообще приятно в этом магазине находиться. Очень такое приятное оформление. И, кстати, хотел бы сказать, что какой-то закос под Apple есть. Вот эти столы мне очень напоминают. И оформление все в белом таком стиле. Так, ребят, в общем, прибыли мы. То есть, раз. И сейчас будем ходить глазеть. Что-нибудь купить надо, ребён. Карточные игры. Кстати, прикольно. Можно, вот, смотри, вот такую игру купить. Твистер. Здесь, смотрите, интересная игрушка. Можно вот из таких вот деталей мелких, да, создавать какого-нибудь персонажа. Такие фигурки. Они, вон, с крючочками такими цеплючими. Не пойдет. Да, Полинки, мне кажется. Особенно для мелких. Хотя тут, вон, дети нарисованы прям большенькие совсем. В магазине, кстати, очень удобно отсортированы товары. То есть, допустим, смотрите, здесь вот всякие роботы какие-то. И все из одной серии. Вот здесь из одной серии там покупаешь, в общем, разновидности. Здесь тоже, может быть, с какого-то фильма или сериала. Hot Wheels тоже, посмотрите, просто преогромное множество. Целый отдел. Здесь, посмотрите, вот желтенький какой-то Play Doh. Из пластилина еда там и так далее. Здесь тоже. Здесь разновидность тоже какая-то еда. Вот. Так. И находясь в этом магазине, лучше цены не переводить в рубли, потому что все кажется крайне дорого. О, кстати, Вероника вот такую штуку очень просила. Вот такой аппарат. Там, в общем, закидываешь в него какие-нибудь игрушечки. И там монетки, в общем, идет в комплекте. Закидываешь сюда монетку и управляешь, в общем, таким этим, как игровым автоматом. Что-нибудь вытаскиваешь самостоятельно. Какая-то азартная, да, игра? Азартная у нас, видишь, девочка. И вот следующий магазин, куда нам надо было. Буквально вышли с этого магазина и сразу же следующий магазин. О, нам повезло, продавщица пришла с обеда. О, Лол. Кстати, Лол здесь стоит 99 юаней. Вот этот 130, ребята, стоит. Третья серия. Там нажимаешь, там что-то все выпрыгивает, выстреливается конфетти. Вот так вот все летит. Мы как-то просто в то и с раз видели большие такие Лолы. А там в одной упаковке много этих куколок. И сейчас, в общем, не можно найти. Было бы прикольно, если бы мы подарили бы такой бы шар здоровый. Ну, вот такой большой. 600 юаней стоит. Ой-ой-ой-ой. И там вот много, в общем, куколок, смотрите сколько. В общем, больших шариков нету. Лего нас не интересует. И больше в этом магазине, в принципе, выбрать нечего. Остается, наверное, только то из раз. Ну, либо... Будем выбирать там что-то? Несколько ей Лол подарить шариков. Как-то, короче, я не знаю. В общем, будем думать, да? Чтобы лучше думалось, мы зашли пообедать. Нашли с Катей интересное кафе. И вот так вот ходили, выбирали, в общем, кафе. И вот каждое кафе пытается выделиться всячески. Вот прям вот смотришь по оформлению, очень красиво. Свечки такие потекшие, якобы. Стол железный. Прикольно. Тут примерно вот такого плана меню. Такие протвенечки. И рыба на этих протвенечках. А также есть смоли курица. В общем, сейчас что-нибудь выберем. Запах такой. Выглядит красиво. Ну, а давай проработь. Слушай, приносят сразу и глубокую тарелочку, и ложечку. Вот, что иногда как бы не приносят. Хочешь с бульончиком, да, начать? Да, я хочу попробовать. Мне кажется, мне прямо сливочный какой-то вкус, да? Такой беленький. Сверху квашеный перец лежит сразу же. Ммм, как вкусно. Но остро. Вкусно? Да, очень вкусно. Я, если честно, замерзла. Ой, это остро, капец. Вкусно? Да. Мне кажется, в этой рыбе костей очень мало. Объедение какое. Вкусно? Мы в Китае. Супер толстая какая-то рыба. Ну все, не будем больше дразить вас, ребята. Приятного аппетита. Ух! Это они так зазывают. Пообедали, ребята, очень было вкусно. За все отдали 141 юань. И если опять же не переводить на рубли, то очень даже нормально. А мы себе взяли еще по чаю, потому что первый чай просто даже утка, мне кажется, не дошел. Он просто... Он сгорел. Испарился в животе. Ребята, в общем, проходили мимо туалетов. И нам на наши глаза попалась вот такая бэби-комната. Хочу вам показать. Здесь кондиционеры дуют. Прохладненько. И очень как-то так уютненько. Хотел вам прямо показать. Здесь можно, вот смотрите, ребенка посадить. Заценил, да, какая детская комната? Да-да-да, интересно. Здесь можно, вот я так понимаю, ребенка. А, все-таки закрывается. Дверь автоматически закрывается. А я думаю, нет, надо нажать. Просто нажал и отошел. Она закроется. Здесь горячая вода. Мыло. Мыло автоматическое все, подача воды автоматическая. Дальше. Какая-то нагревалка для бутылочек. И здесь вот комната для кормления. То есть, вот такие удобные креселки, стол. Можно, в общем, сесть, покормить ребенка. Впервые вижу такую комнату. Очень удобно и прям заботливо так, да, все сделано, да? Ну, классно, да. То есть, можно с малышом посещать такие места спокойно. Смотрите, чудо техники. Туалет для инвалидов, да, посмотрим. О, это как семейный туалет получается. Ну, почему? Туалет для инвалидов, нет? Нет, семейный получается. Не только для инвалидов, да. Ну, тут детский унивай. Чего-то все тут посломано уже. Блин, что-то не придавило. Так, посмотрим. Здесь вот такой вот унитазик. Для детей. Ну, вот крышка уже сломана. Здесь тоже всякие держалки. Здесь можно пеленальное. Столик, как я понимаю, развернуть. Раковины. Надо проскочить! Он просто по себе какое-то время сам закрывается. Ага, ага. Слушайте, прикольно. Все для людей. Как красиво. Посмотри, зеленая зона прям совершенно рядом с этим районом. Горы, горы. Горы. И, похоже, сейчас будет дождик ливанет. В общем, ребята, ничего мы не выбрали. Отложили этот вопрос на завтра. Прям вот ребенку на 9 лет. Прям не знаем, что подарить. Время уже 4 часа. Нам надо скорее лететь уже за детьми. До школы ехать около часа. И спросим у детей, как у них прошел сегодня день. Забрали мы наших девочек. И хочется спросить, как у вас день прошел. Поль, на, держи. Рассказывай. Хорошо у нас провел сегодня день. Нам дали такие красивые уроки. Внутри там очень красивые картинки. Там они прямо идеальные, можно сказать. Новый урок у вас там, я так слышал, да? У нас по английскому новая учительница. И по китайскому тоже новая учительница, да? Да. Сегодня сложный был день. И забыла ли ты китайский? Или все нормально, все вернулось? Все вернулось, когда я уже начала там что-нибудь... Разговаривать, да? Ну да, разговаривать, понимать. С друзьями, встретилась? Да. Общались, обнимались? Саша, Саша. То, что тебя сегодня сейчас отменили, как ты к этому отнеслась? То есть это время вы рисовали, да? Да. Ну понятно. Ну ты не устала? Спать хотелось? Ну, зевала чуть-чуть. Давай, Никусичка, рассказывай ты, что у тебя сегодня было? Сложно тебе было сегодня, нет? Ну хорошо, что нового было, расскажи. Мне выделили новые тетрадки. Как у Поли были. Ну такие же. Полина будет подсказывать, да? Ты же прошла уже все это. Китайский забыла, не забыла? Немножко забыла. Ну, были сложности, когда ты болтала, да? То есть недопонимала что-то? Ну, иногда. Кое-что не могла сказать, скорее всего, да? Не могла сказать или ты не понимала, что говорят? Не понимала, что говорят. Не понимала. А учительница новая? Нет, все старые. Все старые. Друзья, помнят тебя? Общались? А у Полины новый учитель, да? Да, по английскому. И мисс Рейд ушла. Какой-то... Как его имя? Забыла. Я уже забыла. У него такое сложное имя, как-то... Мьоз. Как-то такое вот имя. Что? Зачем мьоз? Ну, в целом, день нормально прошел? Понравилось тебе все? Ну, отлично. Слушайте, жарко, капец. Я смотрю, по-полюсике она прям стоит, вся мокрая. И я думаю, что мы на этом не заканчиваем. Завтра будет у нас включение. Пойдем на поиски вместе с вами.